Арт-центр «Пушкинская-10» – культурный центр в Санкт-Петербурге, ориентированный на некоммерческое современное искусство. На территории центра, во дворе, находится знаменитая улица Джона Леннона. История. Арт-центр «Пушкинская-10» ведет свою историю с 1989 года, когда в заброшенном доме на Пушкинской улице обосновались независимые художники, музыканты и другие деятели антиграундной культуры. Позднее была официально зарегистрирована негосударственная некоммерческая организация, которая теперь называется «Товарищество. Свободная культура». В 1998 году «Товарищество» учредило в стенах дома на Пушкинской первой в России музейно-конформистского искусства. С 1995 года «Пушкинская-10» является членом международных организаций «Транс-Еуроп Холлэс» и «Рес Артис». Арт-центр представлял современное искусство Петербурга на государственном уровне на фестивалях «Петербург в Нью-Йорке» и «Петербург в Варшаве». Галереи, ассоциации, студии на Пушкинской, 10. Арт-центр располагает следующими творческими подразделениями. Флигеля, 1. Музыкальный клуб, кафе «Фишфабрик», 1 этаж, 2. Центр танцевальной альтернативной экспериментальной музыки, база, 1 этаж, двор, 3. Мобильный арт-проект «Парни», «Флигельф», 4. Залфабрик «Новел», 5. Арт-бюро, информационное бюро, книжный клуб, 1 этаж, 6. Галерея «Лампа», минус 1 этаж, 7. Музей новой академии изящных искусств, музей современного искусства, 4 этаж, 8. Галерея «Новикула Артис», 4 этаж, 9. Русский инженерный театр группы «Ахи», 5 этаж, 10. Галерея «Арт-лига», 7 этаж, «Флигельце», 11. Офис храма любви, мира и музыки им, Джона Леннона, 1 этаж, 12. Художественное издательство «Петрополь», 2 этаж, 13. Петербургский архив и библиотека независимого искусства, 2 этаж, 14. Галерея «Коридор», сам издата, 4, 2 этаж, 15. Студия «Дибаширфильм», 2 этаж, 16. Организация владельцев интеллектуальной собственности, 2 этаж, 17. Галерея «Фатоймажи», 2 этаж, 18. Администрация арт-центра, 3 этаж, 19. Комитет граждан Санкт-Петербурга, 20. Мост через Стикс, авторская галерея Вадима Войнова, 4 этаж, 21. Музей нанконформистского искусства, Большой зал, 4 этаж, 22. Галерея, 2. Площадка между 4 и 5 этажами, 23. Студия изобразительных искусств, 5 этаж, 24. Продюсерский центр «Стоптайм», 7 этаж, Лигель-Д, 25. Техно-арт-центр, 1 этаж, 26. Музей нанконформистского искусства, малый зал, 2 этаж, 27. Галерея экспериментального звука, 21. За этаж известные люди, работавшие с арт-центром, Баширов, Александр Николаевич, Бутусов, Вячеслав Геннадьевич, Волков, Владимир Александрович, Гай Воронский, Вячеслав Борисович, Гребенщиков, Борис Борисович, Григорьев, Олег Евгеньевич, российский поэт и художник, представитель ленинградского андеграунда, член пэнк-клуба, Джордж Грия, русско-канадский художник, сюрреалист, Касьяник, Юрий Михайлович, Кошелохов, Борис Николаевич, Макаров, Владислав. Российский музыкант и художник, виолончелист, основатель и вдохновитель Смоленской школы новой импровизационной музыки, Фигурина, Елена Николаевна, Исаев, Максим, Ахи, Семченко, Павел Ахи, Миллер, Кирилл Семенович, Никифоров, Юрий Александрович, российский художник, Новиков, Тимур Петрович, Овчинников, Владимир Афанасьевич, Рикшан, Владимир Олегердович, Рыбаков, Юлий Андреевич, Судник, Николай, композитор, музыкант, руководитель группы СГА, Чижин, Андрей Сергеевич, Чистяков, Алексей Валентинович, российский художник, Шагин, Дмитрий Владимирович, Шаламберидзе, Роланд Нодарович, российский художник, концептуалист, Шевчук, Юрий Юлианович, Пушкинская. 10. Современной культуре. В 2009 году группой «Аквариум» был выпущен 27-й естественный альбом под названием «Пушкинская. 10. Источники. Ковальский АЭС. Хроника неофициального искусства Ленинграда. Петербургские чтения. 1995. Номер 3. Гуманитарный фонд «Свободная культура. Петербургские чтения. 1999. Номер 4. «Петербургские чтения».